Один из главных лидеров украинской оппозиции, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, уже назвала сегодняшнюю победу Евромайдана недостаточной. В открытом обращении на сайте партии Бытькивщина говорится, если вы сейчас остановитесь, все жертвы, которые уже принесены украинцами в своей самоотверженной борьбе, будут преданы. И похоже, призыв Тимошенко услышан. Протестующие в Киеве и в других городах Украины расходиться не спешат. Елена Мещерякова о реакции Майдана на промежуточную победу. Первый акт уже отыграли, но декорации менять не спешат. Горы покрышек, ряды щитов, наступление авторитарного режима остановлено не в Верховной Раде, а на подступах к стадиону Динамо. Казалось бы, бери тулуп, иди домой. Но вольница Евромайдана решила повременить. Я не доверяю ни одному слову наших властей, нашего правительства и нашего президента. Они обманывали нас больше, чем один раз. Говорили, не будут бить, а потом начались репрессии. По людям стреляли даже. Именно поэтому я не спешу уходить. Если мы сейчас вернемся домой, то каждого из нас поодиночке накажут очень жестоко. Стенка на стенку честнее и яснее. И политическая оппозиция, и действующая власть по-разному, но далеки от народа, который за два месяца прикипел к новому уличному миропорядку и готов ко второму акту сражения на тех же песчаных барьерах. За наказание силовиков, за компенсации пострадавшим и, главное, за перевыборы. Отставка Азарова в Украине все равно, что Медведева в России ничего не меняет. Я думаю, что волей будет народа полностью сменение всей власти. Тогда наверняка он разойдется, разнесет все баррикады и сделает ее порядок. Сменение всей власти по всей территории Украины. Страна тем временем пытается отдышаться. Погромы и поджоги, штурмы и захваты администрации прокатились по городам и весям от Львова до Днепропетровска. Полурусский автономный Крым успел пригрозить выходом из правового поля мятежной Украины. Но тут очнулись татары. Меджлиз крымско-татарского народа вывел на центральную площадь Симферополя несогласных с Януковичем, а значит, с действующей властью полуострова. Крымские татары – неведущая, но непредсказуемая сила. Любое резкое движение власти и мирная мусульманская община напомнит о себе не только митингом. Поэтому в поддержке Евромайдана и в поддержке того, чтобы восстановился порядок, необходимо учесть интересы громады. Поэтому я считаю, что не каждый человек должен выйти и высказать, и поддержать, чтобы Украина не катилась дальше к беспределу и непредсказуемым последствиям. Тех, кто помоложе и сейчас на Майдане, так что национального похода на Республиканский совет министров удалось избежать. Хотя крымчане в «Синих дождевиках» были готовы к отпору. Такое развитие событий оказалось бы посильнее Майдана. Мы просто не хотим захвата администрации, как это было в прочих городах. Это просто неправомерно, ни по людским понятиям, ни по законам Украины. Это недопустимо. Разделенная общность. Украинский народ демонстрирует высокий уровень гражданской сознательности. Выступают против насилия, беззакония и провокаций. Нервно теребя в руках бутылку с зажигательной смесью. Любой политической искры достаточно, чтобы пламя европокрышек взметнулось вновь. Тонна такой резины выделяет 450 килограммов токсичного газа и 270 килограммов сажи. Человеческий организм имеет свойство впитывать эту заразу. И никаким кадилом ее не развеешь. Атмосфера в стране от здоровой пока далека. Елена Мещерякова, телекомпания «Артевяй». Редактор субтитров А.Семкин